Привет, я гид этого канала. У меня довольно контрастный формат видео, так что если вы хотите просто посмеяться, переключитесь на этот тайм-код. А если вам интересен сюжет, то лучше посмотреть видео целиком. Удачи! Проснулся. Что? Не благодари. Я убрал браслет, поэтому тебя тут точно не найдут. Спасибо. Срочные новости. Популярный ютубер Синчоус ранее осужденный за убийство сбежи... А ты здесь популярный, не так ли? Ладно, прости. Я спешу. Мы же только начали. Меня должен забрать дыб про чела в шапке. Я думал он твой сумасшедший фанатик. Этот еблан реально ненормальный. Куда собрался? Что? Я тебя напугал. Серьезно, помнишь, что убежишь? Мне он совсем не... Мне казалось, что ты нормальный. Но похоже, что ты не сможешь мне помочь. Мне тебя же... Меня чуть не сбила машина. Фух. Что же ты наделал? Пульс вроде есть. Живой. Это пиздец. Александр Пакет. Главный страх. Потерять свою работу. Я ведь прав. Кто ты такой? Человек. Убивший декроидского психа и почти прикончивший наглого преступника. А ты? Ты человек, который его спас, рискнув своей работой. Ты неправильно определил, кто здесь злодей. А кто герой? У тебя еще есть время перегубить. Я хорошо послал. Фух. Похоже, что я просто переволновался. Что произошло с другом? Он в больнице. И в ужасном состоянии. А что с ним? Ему повредили сердце. Пиздец. Нужна пересадка, иначе он погибнет. И учитывая, что у него первая группа крови, найти донора будет очень сложно. А меня ты куда везешь? В Казахстан. Человек. Успокойся. Зачем мне в Казахстан? Здесь тебе небезопасно. Что ты, сука, делаешь? Нахуй ты сломал окно. Дверь была открыта. Че реально, что ли? Чем тебе Казахстан не зашел? Мой друг в опасности, я не сбегу. Я поставил свою работу под угрозу. С чего ты это взял? Некоторые вообще думают, что я убил тебя. На доме висела камера, но он стер все данные с ним. Я придумал. Расскажи еще раз, как это было. Когда я увидел, что он стоит над тобой с пистолетом, я принял решение сбить его на машине. Но неведомым образом машина проехала буквально через него и он остался жив. Тогда я достал свой пистолет и выстрелил в него, но он сразу же испарился. А этим выстрелом я всех разбудил и целый район стал свидетелем того, как я положил тебя в машину и уехал. Давай посмотрим на ситуацию со стороны свидетелей. Ты просыпаешься от громкого выстрела на улице. Смотришь в окно и видишь полицейского рядом с вырубленным человеком, одетым в форму заключенного. А потом полицейские его увозят. К чему это все? Никто не понял, что ты мне помогал. Для всех это выглядело как арест. Но чтоб доказать, что это был арест, я должен сдать тебя в участок как можно быстрее. Ты сделаешь это. Нахуй ты тогда вообще сбегал. Но прошу, сделай мне последнее одолжение. Какое же? Знаешь, если ты так сильно хотел поесть, ты мог бы просто сказать мне. Мы едем туда не за едой. Припоминаю, что мой знакомый работал здесь. Здравствуйте. Чего желаете? У меня жалоба к вашему повару. Извините, но я обнаружил в своей пицце человеческие фекалии. Какая вы красноречивая личность. Но мы не дадут пиццы. Да хули ты так церемонишься, просто позови вашего повара. Да вы просто посмотрите на этот у... Чего? Откуда там была бомба? Мы можем подать в суд на Додо пиццу. Можем. Но бомбу я положил. Долбоёбы. Я звоню в полицию. Ванчик. Это я. Синчоус. И мне нужно поговорить с тобой. А я и совсем забыл про тебя. Кто-то звонит. То есть ты хочешь устроиться на работу, чтобы поговорить с боссом? Так и есть. Мы не набираем персонал и босса ещё тут нет. Нахуй ты тогда насадил в форму рабочих? По угару. Вы выглядите в ней как клоуны. Ладно. Ты же помнишь, что я когда-то работал здесь? Да, но ты больше тут не работаешь. На самом деле. Никто не подписывал никакого договора об увольне. Дед не увольнял меня. А я сам не уходил. Значит, по факту я все ещё работник этой пиццерии. Ладно, а с ним что? А он. А он может отработать этот день за тебя, если ты разрешишь. Ладно, уговорили. Спасибо, Ванчик, ты лучший. Эй, зачем мы тут? Короче. Дед, который владелец этой пиццерии, является личным адвокатом погибшего учёного. Поэтому я думаю, что он связан как и с учёным, так и с самоубийцей. За ним мы и здесь. Чем быстрее я отвезу тебя в участок, тем легче будет меня оправдать. Мы можем не торопиться. Я всё продумал. Эй. Не спи за рабочим местом. Позорник. Чтоб тебя уволили и премию отобрали. Работай давай. Ну куда ты уходишь? Чувствую себя ведущим шоу на ножах. В этом видео хочу пугар. Хэштег 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 новенький. Сейчас ветеран покажет. А вы. Хэллоу. Работайте. Я работаю. Твой друг ничего не делает. Соспоряйся, адвокатый. Что вы хотите заказать? Матвыборы глаза разбегаются. Нет. Эй, гидроу. Нам нужно что-то сделать с испорченной пиццей. Надо оливок добавить. Она сгоревшая. И нет. Это приготовлено по технологии ризотто. В YouTube Shorts видел. Оливки. Быстрее готов, пока не убежал. Оливки. 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 Это тараканы. Звуки вкусного замка. Ванчик. Обратно на кухню. Ват-ду-хэштег. Ой, извините, я не вам. Слушай, можешь помочь? А вы колени. Я босс. Я босс. Нет, я. Что посторонний делает на кухню? Если ты думаешь, что ты особенная, то ты ошибаешься. Тут новый менеджер каждую неделю. Это все, на что ты способен. Злость Алиса славит. Кассив. 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 Я больше не кассив. Извините, Алиса. Но вы не в стране чудес. Зарплата. Зарплата. Могу ли я принять ваш заказ? Мы один человек. Иди нахуй от твоей мать. Смотрите, Алиса, я работаю. Прямо. Почему он светится? Звончик, я не знал, что ты полет. Я не хочу с ним работать. Ему больше платят. Это за харизму и красивые глазки. Согласен. У меня черные точки вместо глаз. Предлагаю свергнуть менеджера. Устроим революцию. Это идиотизм. К сожалению, мы не смогли свергнуть Алису. Блевота явно вкуснее, чем пицца здесь. Похлебка. Дрыщалова. Звучит как название села. Дядя Саня, это вы. Саня, я не знал, что у тебя есть фанатки. Какие фанатки? ММГ. Ну кто это? Она стремная. Ладно, проехали. У тебя больше нет фанатов. Ты тупой. Пошел на ус. Неграмотно. Каждая пицца так идентична в плане наложения соуса. Так наложи не соус. А штаны и говна. Ты ужасно выглядишь. Сам. Вы обе. Очень долго думаешь. А ты моего папу обзывал, но ты получишь. Это твой отец. Я сейчас бабушке покажу, что ты пишешь про нас. А бабушка у тебя как нахуй выглядит? Так что ли? А баба. Да блять. Тебя здесь каждый менеджер ненавидит. Ты видишь, как тебя постоянно работать отправляют. Суровые реалии дегроид. Скорее всего я просто тут самый продуктивный. Почему у нас инвалид на кухне? Я дед инсайд. А ноги в авиапарке сломали. Рил ор фейк. Ливни пожалуйста. Сам ливни гений это рофлскин. Покиньте нашу пиццерию. Ты тоже. В отличии от тебя я тут хотя бы работаю. Я сейчас тоже буду. Ты просто оделся в форму, ты не работаешь. Ты в этой форме еще больше как клоун выглядишь. Ладно сменю рофлскин, раз вас так это ущемело. Мне все равно на твой скин смени свой образ жизни. Начни работать. Фейсенчоус иди тоже работай. При чем тут фея? Подойди пожалуйста. От покупателей нет отбоя. И что нам с этим делать? Перфекционизм заставил меня переодеться. Хватит решать проблему смешно же. Наконец-то ты сделал хоть что-то полезное. Я да, а ты диваншк спер. Неправда у меня не диван, а кровать. Как проголосовать за увольнение? Ты мне не нравишься. Никак ты не менеджер. И тебя надо выгнать, а ты не работаешь. Сколько у тебя заказов? Все эти заказы отбирал я, а ты их не готовишь. Стоять и писать, это работа. Ну вообще туда. Сколько здесь еды? 20 гастритов. Уберите нефора со стола. Не пихайте все пиццы подряд, они туда просто не просунутся. Трэш просто трэш. Я пил. Ты долбой. Синчоус, подойди к моему кабинету. Кто из нас Синчоус? Понял. Так, зачем вы меня звали? Чтоб ты знал, что надо нормально общаться. Ванчи, этот менеджер странный. Я согласен с тобой. Особенно тот тип сзади меня. Он не про меня. Я думаю, что от него нужно избавиться. Чё-то про работу заливали столи от рефлекси. А ты знаешь, что фейков Синчо и его подруг не уважают. Нарядились треклоуна. Ты в косплее Джоджо. А ты знал, что фейков Джонни не уважают. Игорь. Игорь, зачем ты это сделал? Игорь не ходит по словам. Вообщем, мы устраиваем забастовку. Мы не будем работать втроём. И Игорь тоже не будет. Он и так не работает. Это Рафа. Я родился с двумя пенисами. Какого фига он там сидит, Игорь? Нам нужно его сверкнуть. Игорь, у тебя не получится сделать башню и спицу. Открывать. Нам нужно поговорить. Вы чего-то хотели. Нам нужно обсудить твоё увольнение. С поста менеджера. Я понимаю, что у вас тут иерархия. Но менеджером должен стать дядя Саня. РП действия достал дубину. Мне похуй, я бронировал. Дядя Саня, вы теперь менеджер. Теперь я здесь босс. Давайте работайте, а не болтайте. Какой у тебя рост? Самый большой. Абсолютно массивный. На любителя. Они обсуждают. Я? Это мальчик. Голыми ногами по конвейеру. А потом люди едят. Я сомневаюсь, что люди едят конвейер. Менеджер отправь всех на работу. Вот это гордость. Сам себя теоретически поставил. Саня, к тебе просьба. Я бы всех уволил здесь, кроме тебя. Ты бы на верхние полки на складе ящики ложил. Дэка. Игорь все ещё тут. Только ты его видишь. Заказы где? Вот же. Готовь газировку. Ребят, вы чё скобочка? Ничего, каем нету. Ребят, остывшую пиццу не надо выбрасывать её в печи. Снова можно подогреть. Стой, Джоджо Фа. А я могу сгоревшую пиццу подогреть, чтобы она тёплой стала. Уебок, это сухарики бы. Переешки, как по-твоему делается? Мы на этом столе тесто месим. Мы его ногами месим. Пицца со вкусом грядит. Хватит быть таким таинственным и счастливым. Ты мне не нравишься. Я такой таинственный. Я такой загадочный. Соня, привет. Это я, Соня. Почему банка разговаривает? Мне кажется, у нас нехватка колбас. У тебя внизу. Это бронет. Можно с тобой дружить. Его зону куда-то кау. Офигеть, он быстрый. Какой же он быстрый. Майкл Джорда. Света Соколова. Звучит, как название ревизора. А-ля Елена Летучая. Мяу. Улетела нахуй. Прямо. Страйката. What the hell? Саня купил пэтлес. Кстати, ты же вроде был менеджером. А, да какой-то дед в очках приехал и навёл порядок. Долбай. Почему ты сразу не сказал? Где он? Скорее всего, он сидит в этом кабинете. С чего это ты взял? Это единственный кабинет в заведении еблан. Закрыто. Что ты на меня смотришь? Чего? Что там? Его здесь просто нет. Я отходил за кофе. Синя. А что дальше то? Просто отпусти меня наконец. Блять. Итак. Мы будем играть в правду или действие, но правила будут мои. Выбирай. Правду или действие? Чего ты молчишь? Отвечай. Ладно, ладно. Правда. Тогда рассказывай все, что знаешь об учёном. Я ничего не помню. Да ладно. Платят. Да у него же Альцгеймер. Как я мог забыть? Мы не сможем его расспросить. А это значит, что я не узнаю, кто тот красный тип, и все мои догадки не подтвердятся. И я вернусь за решётку без возможности помочь своему другу. Стоп. Просто друг. Как его зовут? Миша. Слава. Тимофей. Кирилл. Влад. Рома. Александр. Алексей. Владимир. Богдан. Андрей. Дмитрий. Матвей. Макарева. Ёбаный рот. Не могу вспомнить нужную заметку. Погодите-ка. Заметки. Точно. Саня. Обыщи его стол. У него должны быть заметки. Ладно. А вот оно. Забирай. Прочитаем в машине. А со мной вы что сделаете? Заберём с собой. Ты станешь его адвокатом. Моим? Да. Он тебя оправдает и тебя не улят. Да ладно. Ты просто гений. А если я не согласен? Завали свою е...